станция метро повелецкая могу ли я тоже так же пахать как паша но если я не паша ну а сейчас давайте обозреем именно вестибюль станции метро повелецкая это именно зеленой ветки то есть радиальной линии и как раз таки в начале ролика загадаю такую загадку загадка такова сидит деда во 100 шуб одет кто мимо него пробегает тот шубу свою оставляет но и в конце выпуска скажу ответ на эту загадку а пока что попробуйте догадаться пока что давайте по пути как раз обозреем необычный такой вестибюль здесь наверху что-то типа закрытых таких люстры которые именно такой как бы ямой в потолке еще такие подсветки из-под серп и молота которые так светят на потолок и как раз подчеркивают эти самые узоры но если например перейти на сторону поездов позица же не все обычно здесь такие что-то вроде а напишите в комментариях что это обозначает что означает вот эти знаки вот эти а либо колоски а либо как раз таки и задняя часть стрелы а то что вот таким на веером идет а здесь прям так реально сделано по историческому ну что значит выходим в сторону павелецкого вокзала осмотрим выход на номер три это означает что нам туда и сейчас здесь конечно есть но не скажу что толпучка но народы есть вот здесь получается аэроэкспресс дубининская улица павелевская площадь но и так далее в общем сейчас везде доберемся и туда и туда пока что значит встаем на эскалатор и по этому туннелю поднимаемся наверх а но и давайте тогда сейчас я вам расскажу правильную отгадку на загадку в загадке спрашивалась вот сидит дед во 100 шуб одет кто мимо него пробегает тот шубу свою оставляет кто это правильный ответ гардеробщик вот как то так сейчас мы поднимемся еще повыше я даже сейчас пойду пешком по метро давайте такую следующую загадку без чего не обойтись охотникам математикам и барабанщикам вот как что скажете вот что общего у охотника математика и барабанщика а мы пока что выходим по указателям али кстати да вот там скорее всего выход в город но не доходя до того места если свернуть чуть именно как раз таки левее вот эскалатор до поднялись развернулись и левее и вот мы уже входим в ж.д. вокзал повелецкий сейчас давайте пройду через рамки как только прошли через эти рамки оказались уже на повелецком вокзале и сейчас давайте я сразу покажу вам первый этаж а потом опять же доберемся до других этажей здесь очень много залов и суммарных наверное больше чем по крайней мере из тех залов которые мы уже обозрели это комсомоль точнее как у него казанский ярославский ленинградский киевский белорусский сейчас вот добрались до павелецкого сейчас давайте я вам покажу вначале первый этаж а потом рассмотрим и другие этажи здесь есть второй этаж их даже здесь вторых этажей несколько здесь есть второй этаж насколько я помню и там еще будет второй этаж залом ожидания но и так же есть минус первый этаж там тоже он достаточно объемный и на него тоже сделаем отдельный выпуск но и пока идем сейчас также скажу объявление то что занимаясь подборкой персонала на рабочие места разные рабочие места в общем разная работа есть работа дистанционная то есть где можно работать дистанционно у себя из дома прям хоть даже у себя из дачи на деревне и есть работа локальная где нужно находиться на локации а здесь табличка кабинета сороковые в общем как то так но и сейчас давайте как раз пройдемся теперь в то крыло я как раз перед выходом на улицу забегу в кабинет сороковой давайте даже прямо сейчас забегу и продолжим после паузы расскажу про работу но и значит насчет работы как вы уже поняли есть работа дистанционная где можно из любой точки мира работать главное чтобы связь была и также по графику работы есть график фиксированный есть график свободный допустим когда деньги потребовались тогда выходишь поработать на следующий день или через день уже деньги себе на карту получаешь но и есть также фиксированно свободный график это допустим рабочий день по два часа в сутки когда нужно отработать не меньше двух часов в сутки но какие именно два часа выбираешь сам самостоятельно то есть это может быть утром вечером среди ночи в обед в обеденный перерыв она и так далее поэтому пока что если что не часто свой номер телефона оставляю но давайте сейчас вот прямо в телеграме поэтому номера можете мне написать это плюс семь девятьсот восемьдесят один четыреста пятьдесят восемь 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 шесть четыре ну и значит будем на связи так дальше там тоже подъем на второй этаж но там уже другой второй этаж насколько я помню эти вторые этажи не соединяются а может и соединяются то есть если помните мы там видели второй этаж но и здесь также подъем на второй этаж и сейчас также вниз там будет спуск в аэроэкспресс аэроэкспресс и значит как раз его мы тоже обозрим в дальнейшем сейчас пока что давайте просмотрим первый этаж именно этого самого павелесского вокзала здесь как раз уже выход к поездам дальнего следования а здесь кстати вот вход в метро то есть чтобы имели ввиду да он здесь есть прям с вокзала здесь выход поездам дальнего следования и сейчас пойдем дальше как раз таки уже допокажу вам именно первый этаж но вокзал на самом деле такой объемный и многолюдный поэтому касаемо объема это точно не за один выпуск пока что сейчас мы еще до конца даже его не дошли именно до конца первого этажа сейчас кстати я в первую очередь еще засниму около вокзальную территорию пока дождя нету а то с погодой сейчас так знаете получается что-то дождь но в общем слишком часто в последнее время идет дождь поэтому не всегда есть возможность заснять именно на улице это как типа уже над синоптиками прикалывается то что у синоптиков рождаются дети типа по прогнозам сын но местами дочь как-то так так здесь значит вход и теперь сейчас найду ближайший выход выход будет с правой стороны так здесь значит у нас выход на электричка то есть это пригородные поезда это как раз по московской области и по соседним областям так вот что то ближайший выход на улицу вот он здесь на повелецкую площадь вот как раз давайте я здесь выйду сейчас и скажу вам правильный ответ на загадку в загадке спрашивалась без чего не обойтись охотником математиком и барабанщиком правильный ответ без дроби без дроби ладно полез вверх подписка на канал увидимся в следующем обзоре